Продолжение следует... Между двумя противоборствующими лагерями Одни, напяливай через бедро, не парься Вторые, нет, используйте стрингер Но это так, образно Вы знаете, все, конечно, по-своему правы Это факт Но для того, чтобы разобраться во всем этом Нужно вообще разобраться в самом процессе Я когда-то снимал видео на этот счет Показал несколько простых способов Но оказалось маловато Итак В чем же приколы и секреты Надевания тетивы на лук? Давайте попробуем разобраться Итак Так Из лука не стреляют И тетиву так не надевают Я просто В данном конкретном случае С луком так пришел Вот так вот В руке у меня 60-ти Дюймовый рекурсивный лук С этим луком я обычно не заморачиваюсь Надеваю тетиву просто через бедро Какие здесь... Ну как Взяло все Какие здесь могут быть сложности Итак Момент номер 1 Мы упираемся в рукоятку Чем короче лук Тем важнее Упираться именно в зону упора Второе Не зажимайте Ни в коем случае плечо Именно вот эти скручивающие моменты Бывают для лука опасны Вот этот вот вертолет Для некоторых конструкций Может закончиться поломкой Запомните Чаще всего Луки ломаются Именно в момент снаряжения Особенно это касается Цельнодеревянных И биокомпозитов Это достаточно нежная конструкция Которая требует к себе бережного отношения Я дам короткий ролик Ссылочку на видео Где снаряжается традиционный роговый корейский лук Это не так просто как кажется Итак Взяли Уложили Одно плечо Взяли Уперлись бедром В зону упора Тут есть два варианта Некоторые рекомендуют под коленку Тогда мы делаем шаг пошире Но Тут мы пользуемся больше рукой Если вы хотите Снарядить тяжелый лук Надо двигать уже всем корпусом Вот это движение И то не для всех луков Или же поднимаем повыше Но все так же рукояткой Упираемся в бедро И вот таким вот давящим движением Снаряжаем Проверяем Чтобы тетива была по центру Нижние и верхние петли И все такое Крайне Крайне важный момент Никаких вот этих вот движений Быть не должно Плечи Не должны ходить ходуном Вот именно поэтому Часто В спортивных секциях Тренера гоняют малышню Не дают им Снаряжать свои луки Через бедро Потому что Для детей эти луки Великоваты Часто большие И у них не хватает Селенок Банально аккуратно Это сделать И что самое удивительное Луки часто не выдерживают И ломаются Вот к примеру Возьмем лук Который мне уже Подходит по размеру Короткий охотник Который запросто На который можно надоить А более длинный 68 дюймовый Я на самом деле Здесь прикладываю Очень небольшие усилия Тут нет Страшного эфира И вот здесь Следующий момент Вот наш лук Взяли Переступили И вы удивитесь Но мне его уже Снарядить трудно Он здоровый для меня Длинный А если вы возьмете Настоящий Традиционный Лонгбоу Притом тяжелый С этим будет еще Больше проблем Я пробую сделать Шаг пошире Додавливаю корпусом Получается Но это уже Мне сделать непросто Хотя лук Тут фунтов 36 Метод Внезапно Оказывается Не таким уж универсальным И В случае Больших И упаси бог И тяжелых луков Он перестает работать Ну Что делают спортсмены Они просят Помощника Вот попросим Моего оператора Ирина Помогай Что мы делаем Один рог Упираем В обувь Даем тетиву Помощнику Держим За рукоять И вот таким вот образом Сгибаем лук Проверяем Нижний Верхний Все по центру Вот таким вот образом Лук уже Снарядить Намного проще Главное Сделать это безопаснее Потому что У нас отсутствует Этот боковой момент Спасибо Очень важно В этом случае Не хвататься Жестко за рукоятку Это вообще касается Лукового момента Снаряжение лука Стрельбы Из нее Нередко Новички Человек который Первый раз В руки взял Он просто берет Рукоятку В кулак А дальше Как новички Натягивают Вот так Видите Вот этот караул Это может При выстреле Закончиться Очень плохо Кстати в холостую Без стрелы Тоже не стреляете Иными словами Для лука Очень опасны Неравномерный Изгиб И Боковые нагрузки То на что Конструкция лука В общем то Не рассчитана Да Некоторые модели Особенно охотничьих Мощных луков Почему я говорю охотничьи У них довольно Толстые плечи Для стрельбы Тяжелыми стрелами У них есть Достаточно жесткая Конструкция Они более выносливая А вот луки Более высоких Калибров Это для спортсменов Для Уже Ну для других стрельб Они могут быть Более нежными И сломать их В общем то Испортить К сожалению Иногда слишком просто Я Немало говорю О лонгах Через бедро Их натягивать На самом деле Очень Очень И очень Неудобно При том Что я стреляю Из луков Не тяжелых Я стреляю Всего лишь Из 40 фунтов А вот Вы можете Обратить внимание На ребят Которые стреляют Допустим Из 80 100 фунтов 100 фунтов Больше Луков И вот Снарядить их Через бедро Вообще Нереально Без шуток Просто не хватит Силы человека Что же мы В итоге Делаем Ну вот я Сейчас покажу Как советуют Делать это Через бедро Вот наш лук Встали Мне тяжеловато Я могу Упростить Эту задачу И упираться Не в рукоять Но это На пользу Луку Не пойдет Да Этот Выдержит А какой Нибудь Хороший Лук С какого Нибудь Бикерстафа За 500 фунтов Стерлингов Когда он Сломается Буду Очень Как я Советую Снаряжать Такие луки Ну или при помощи Помощника Или Вот таким Замечательным Способом Итак Мы Одно Ушко Тетивы Надели На плечо Другое Ушко Тетивы Укреплено На Нижнем Пропиле Мы точно Так же Упираемся В ботинок И вот таким Простым Движением Снаряжаем Лук Точно Так же Просто Тянем Как это Американцы Пушинг Пол Давим И тянем То есть Боковой Момент Отсутствует Полностью И так Можно Развить Достаточно Серьезную Если Лук Длинный Просто Меняется Вот это Вот движение Таким Образом Снаряжаются Ну не знаю Где-то Видео Попадалось На фейсбуке Человек Так Снаряжал 150 Фунтовый Лук Который Выше Его Там Ну Сантиметров На 20 И в итоге Получается Вот такой Вот Мет Повторюсь Если Если Вы Видите Что Человек Снаряжая Лук Упирается Не в середину А допустим В нижнюю часть Это не очень Хорошо Точно Так же То есть Должны Изгибаться Равномерно Два Плеча Повторюсь Особенно Это касается Луков Натуральных Натуральные Это цельно Деревянные Некоторые Виды Склеек Биокомпозит Обязательно Проверяйте Как Закреплены На ушках Тетива Вообще Проверяйте Тетиву На предмет Порванных Нитей Возможных Осматривайте Следите За своим Отчастью Ну вот Собственно Вот такой Посыл Еще один Момент Два человека Независимо Друг от друга На него Обратили Вниму Есть ли На луках Несколько Зарубок Для изменения Сил Да Такие Штуки Действительно Есть На некоторых Луках Особенно Это касается Лука В так называемых Рогатых Рекурсивах Там допустим Венгерских Монгольских Действительно Есть возможность Расположить Несколько Зарубок И тогда Более близкая Зарубка Будет силу Увеличивать А дальняя Соответственно Немножко Уменьшать Также Есть возможность Поиграться С базой И тут Есть один Очень важный Момент Тетива Должна Находиться Грубо говоря На симметричных Зарубках Вот допустим У нас три Зарубки Тетива Лежит На крайней Правой Это означает Что она должна Также находиться На крайней Левой Или она На самой Ближней Левой Или на Самой Ближней Правой Иными словами Очень часто Путают На длинных Луках Я покажу Фотографию Есть такая Традиционная Форма Роговой Накладки Она Специально Создана Для Стрингера Но Ни в коем Случа Не для Надевания Лук Должен Работать Симметрично Ну И Самое Главное Собственно Стрингер Да Это Очень Хорошая Очень Полезная Вещь Которая По каким-то Причинам У нас Популярности Не Получило Хотя Зря И Рекомендация Относительно Того Чтобы Новичкам Пользоваться Стрингером Очень Хорошая Я Покажу Отрывки Видео Дам ссылочки На канале Смотрите В описании Видео Где Очень Грамотно Показываю Как Стрингером Пользоваться Но Когда Вы Постреляли Уже Годик Другой Когда Вы Поняли Эти Моменты Когда Вы Лук не Скручиваете Он Становится Уже Не Таким Луком Вещь Действительно Хорошая Вывод Из всего Этого Дело Очень Очень Простой Относитесь К лукам Своим Бережно Запомните Хорошие Хорошие Луки Это Не Лом Они Это Не Даже Вы Знаете Хорошая Стеклопластиковая Удочка Или Углепластиковая Удочка Она Тоже Не Древко Копья Тоже Нужен Определенный Уход Определенное Обращение И Если Вы Сомневаетесь В своих Способностях Действительно Пользуйтесь Стрингером Кстати Стрингер Можно Сделать Самому Большое Спасибо До Продолжение следует